Иван Ступак присоединяется к нашему эфиру, военный аналитик, сотрудник СБУ в 2004-2015 годах. Иван, приветствую вас в эфире Freedom. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Иван, ну вот действительно через социальные сети достаточно эффективно проходит, к сожалению, российская пропаганда. По крайней мере, это то поле, которое, ну, незаслуженно какое-то время, может быть, даже недостаточно проверялось. Сейчас не хочу, чтобы это выглядело так, как будто бы я хочу высказать что-то, чтобы прийти к демократии, но вместе с тем ради безопасности какой-то мониторинг нужен. Как вы считаете, насколько это, в принципе, реально в условиях демократии? Трудный вопрос. Я понимаю, что полностью от дезинформации избираться нельзя, потому что она будет присутствовать где-то больше, где-то меньше. Но существенно ее сократить, уровень, я думаю, это возможно. Особенно если ты внедряешь разные механизмы факт-чекинга, я вижу, много, например, публикаций встречаются, например, у меня в ленте, неважно, Facebook, Twitter, что угодно. И если там попадается какой-то очень громкий факт, то автоматически дополняется таким сообщением, что эта информация была проверена, и она там не соответствует действительности. То есть есть там вопросы к ней. То есть такие вещи, я думаю, действительно будут помогать. Плюс общая медийная грамотность. Как ни крути, но не только мы, весь мир подходит к тому, что в школах нужно уделять внимание, кроме алгебры, географии, также еще уроки информационной грамотности, как отделять правильную информацию, неправильную, рекламную. Кстати, несколько лет назад в США было проведено среди школьников исследование, и там порядка, если не ошибаюсь, 75% детей не смогли отличить заведомо, конкретно рекламное сообщение от информационного. Они считали, ну да, это новость. То есть они не отделяют, где активная реклама и информационное сообщение. Иван, а вы знаете, еще один философский вопрос к вам. Меня на самом деле раздражает дезинформация, но почему-то такое ощущение и такие эмоции это вызывает только после полномасштабного вторжения, потому что ранее, когда видела дезинформацию и понимала, что это неправда, я просто думала, ну что ж они такие наивные, ну так все просто. А потом оказалось, что очень многие люди все-таки могут в это поверить или могут, по крайней мере, усомниться в правде из-за таких приемов. Так вот, как вы считаете, насколько угроза безопасности может заставить жителей Европейского Союза раздражаться от вот такой дезинформации, от неправдивой, непроверенной информации, ну или, по крайней мере, привить такую привычку, как информационная гигиена? Хочется верить, что это будет. Но опять же, смотрите, если... Сейчас же говорят, вот в Германии, говорит, вот мы должны там, какому, к 29-му году, Борис Писторий заявил, мы должны уже готовиться к противостоянию с Россией, даже, он сказал, с войной, с Россией. Мне кажется, это достаточно тревожные такие прогнозы и заявления. Неужели это такой уже не намек для того, чтобы проверять информацию и как-то вот фильтровать то, что употребляется из социальных сетей? Не, ну мы, если мы говорим за 29-й год, именно от Бориса Писторий, то это было сказано для того, чтобы подстегнуть парламентария, выделять деньги, причем планово. Выделить деньги, миллиард евро сейчас, а в следующем году их не выделить, ну, грош цена этим деньгам. То есть деньги должны выделяться на вот такую сферу, как бы пока методически, планово, планомерно, вот эти все разработки должны финансироваться, инвестироваться, вкладывать деньги на года. И вот сказал 29-й год, чтобы не было, а, так когда там Россия нападет на нас, когда там, когда это будет? А так он говорит, четко сроки, 29-й год. Не обязательно, что именно 29-й год, но это будет позже, на 10 лет позже, а может быть вообще не быть, но Германия к этому времени будет готова. Опять возвращаясь к информационной безопасности, гигиене. Первая, вернее, одна из составных элементов дезинформации — это пассионарность. То есть передача какого-то сообщения, какой-то информации, которая вызывает у человека приступ какой-то эмоции, приступ невероятной ярости, какого-то раздражения. Ну, например, чтобы мы далеко не ходили, Российская Федерация вбросила, ну, да реально она работала, буквально это было месяца полтора назад, помните, вспомните, пожалуйста, президент Зеленский купил себе последний автомобиль, последней модели, по-моему, это было Бугатти, что-то там просто невероятная цена, и даже прайс был подделан, ну, все это было сделано столько, ну, топорненько, якобы даже сообщение от директора компании было, что да, действительно, президент Зеленский купил себе последнюю модель, последнюю модель этого автомобиля, безумно дорогая, там миллионы евро. Это пример пассионарной информации, когда человек увидит, ничего себе, срочно нужно переслать куму, свату, брату, однокласснице, другу, мужиной, подруге, сыну маминой, подруге, обязательно переслать. Это пассионарность, никто не перепроверил, хотя правильно было поступить как? Так, выдыхаем, делаем обратный факт-чекинг, ищем в Гугле, Зеленский купил дорогой автомобиль, ищем ресурс, откуда эта информация пришла, если нету серьезных медийных агентств, там, CNN, BBC, еще что-то, которые сообщают информацию, а есть только там, кино, кино.ру, и все, больше ничего, то это понятно, что это дезинформация. Но, опять же, здесь нужно успокоиться, выдохнуть 10-15 минут, проверить, и только после этого принимать решение, распространять дальше эту информацию или нет. Абсолютно с вами согласна. А вот еще интересно, хочу озвучить информацию о том, каким образом и где Россия вербует диверсантов в Европе, это происходит через ТикТок, через Телеграм, в том числе, и для этого используют чаты для поиска работы среди пророссийских активистов. И вот знаете, что интересно, ведь для поиска диверсантов в ТикТоке, в Телеграм могут подойти и несовершеннолетние. Здесь речь идет просто о владельцах загранпаспортов, которые могут выезжать в Европу и так далее. Но ведь среди граждан Европы так или иначе иногда также могут встречаться. И вот самая такая незащищенная информационная даже, что ли, часть населения, это именно молодежь, которые хотят быть популярными, которые хотели бы на чем-то резонировать или, как говорят, хайпануть в социальных сетях. И вот насколько есть влияние сейчас на молодежь? Есть ли какая-то информация, статистика по этому поводу? Ну, статистики, к сожалению, у меня нет, а влияют еще как? Деньгами? Быстрыми, легкими деньгами. Парень, хочешь заработать тысячу, две тысячи долларов? За что? Там всего ничего. Не обязательно что-то подрывать, не обязательно что-то жечь. Задачи могут быть совершенно разные. Ну, например, фантазируем. На мечети, не знаю, там, в городе Штутгарт написать какой-то лозунг на арабском языке. Ой, господи, на синагоге написать на арабском языке. Там, не знаю, на христианском соборе написать что-то на арабском. Нанести какой-то логотип. Вот тебе картинка, вот это нужно нарисовать, как сможешь, так и нарисуй. А мы тебе за это, там, 500 долларов отправим. То есть, можно и такие задачи делать. Можно что-то поджечь небольшое, какую-то заправку. Можно облить красной краской, я не знаю, какую-то там лавку, которая принадлежит кому-то. Ну, какая разница кому? Главное вот сделать. А информационный месседж потом уже будет доработан и доброшен позже. То есть, разные задачи есть. Не все они успешные. Многие отказываются. Многие обламываются на этапе реализации. Извините за жаргон. Многие вещи, которые происходят, совершаются, но они не достигают того эффекта, на который был рассчитан. Ну, больше расчет идет на количество. Окей, в этот раз не сработал. В следующий раз точно сработает. Мы слышим о том, что необходимо увеличивать бюджет на оборонную промышленность. Это абсолютно правильное решение, потому что и Украина все-таки, не скажу, будет нуждаться. Просто Украине будет нужна необходима определенная поддержка наших партнеров для того, чтобы остановить Россию там, где она сейчас свои военные преступления совершает, и чтобы агрессия не распространялась, опять же, на Европу, да и, в принципе, на страны НАТО. И вот для этого готовы, конечно, выделять бюджет, потому что здесь все ясно и понятно. Нужно оружию противостоять оружием. А что касается информационной пропаганды, социальных сетей и так далее, насколько это сейчас, ну, понятно, что ли, для Европы, для европейских чиновников? Насколько туда готовы выделять деньги, вкладывать деньги и так далее, чтобы, ну, обеспечить там безопасность? Я думаю, пока не готовы. Из того, что я вижу, пока не готовы. Потому что считается классика масс-медиа, это что? Ну, это вот ТВ, радио, это вот соцсети, Фейсбук, Твиттер, ну, Инстаграм, это больше развлекаловка, ТикТок развлекаловка, а Телеграм-каналы, если не ошибаюсь, это все-таки больше вот по советскому пространству, оно вот активно развивается, активно пользуется. А вот в Европе как-то на это не сильно обращают внимание. Хотя нужно обратить внимание, и на российскую пропаганду должна быть контр-пропаганда, даже не контр-пропаганда, а объяснение, пояснение, почему так, почему здесь, что произошло. Обязательный факт-чекинг. И опять я снова возвращаюсь, это к образованию. То есть не обязательно, может быть, детей пичкать со школы каким-то формулами, которые, там, есть стопроцентные формулы, которые детям не пригодятся в жизни вообще от слова совсем, только, ну вот, минимальный процент случаев, а начать вот с финансовой грамотности, с информационной безопасности, к чему верить, чему не верить. Ну, например, в Советском Союзе грамотность вот такая медийная, она была равна 0,0, почему появлялась экономическая грамотность, почему появлялось такое количество финансовых пирамид. То есть получить 300% годовых, слушайте, ну, если бы было элементарное образование, сразу человек понял бы, какие 300% годовых, о чём ты говоришь? Быть такого не может, а народ кинулся, хочу лёгких денег. Вот то и получали. Поэтому с информацией точно так же нужно обучать, нужно рассказывать, и причём это делать нужно там с первого класса, что есть пропаганда, есть дезинформация, есть фейки, есть научить школьников, как проверять можно информацию. Есть специальные ресурсы, когда ты прогоняешь фотографии через эти сервисы, они тебе скажут, что с этой фотографией была проведена работа, и вот тут появились лишние элементы. То есть чтобы люди знали с детства, что, а, ты сейчас проверю через ресурс, пять секунд, и я скажу, правда это или неправда. То есть это должно быть на уровне инстинктов. Иван, благодарю вас за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Очень надеюсь, что это будет и в школах, в принципе, распространяться та самая информационная гигиена, информационная грамотность для того, чтобы действительно сделать жизнь цивилизованного мира качественнее, ну а главное, безопаснее. Иван Ступак был с нами военный аналитик, сотрудник СБУ в 2004-2015 годах. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.